Рад вас видеть, господин Басов. Мы с вами год тому назад встречались. Я придаю большое значение возможностям встречаться с вами, обмениваться мнениями. И особенно, я думаю, следует поддерживать более тесный контакт тогда, когда возникают трудности в отношениях между нашими странами. Глубоко убежден в том, что трудности и проблемы приходят, а потом уходят. Но насколько они быстро уходят, зависит от людей. Церковь всегда выступает за то, чтобы как можно меньше было проблем в международных отношениях. Мы хорошо помним историю отношений России и Соединенных Штатов. По крайней мере, начиная с Екатерины Второй. Ну, Екатерины Второй, императрицы. Начиная со времени, императрицы Екатерины Второй. Ну, и последующая история, она была отмечена многими очень положительными моментами. Ну, конечно, были и трудности. И вот сейчас мы проходим через такие трудности. Поэтому хотел бы посвятить это время сегодня обсуждению с вами тех вопросов, которые, с моей точки зрения, являются важными в контексте современных отношений между нашими странами. Сегодня я бы хотел бы посвятить время об этом, которые, с моей точки зрения, являются очень важными в отношениях между нашими странами. Спасибо большое. В контексте отношений между нашими странами, и отношения между нашими странами. Спасибо большое. Спасибо, Ваше Холинство. Это всегда хорошее время, чтобы приехать и увидеть вас. Спасибо большое. Я всегда считаю, что большая честь, что вы меня принимаете. И я жду с нетерпением нашего разговора с вами. Наша встреча имеет место, как раз в этот же день, когда в Вене министры иностранных дел Российской Федерации, постсекретарь Соединенных Штатов Америки и многие другие высокопоставленные лица из различных стран встречаются для того, чтобы обсуждать вопросы, которые касаются Ближнего Востока. И это, конечно, важный вопрос международных отношений. Я также хочу знать, что в последние годы, когда я видел вас, я очень внимательно посещал, как многие монастырии и церкви в этом стране, многие, которые я не видел, когда я был здесь, в 1990, когда я был в этом году, как в Депуте Амбасаде. И я был очень благодарен к тому, что присты и метрополитансы вокруг России, кто меня проводил. Это очень важное, но также очень личное для меня. Кроме того, я хотел вам сказать, что за тот год, который прошел, с тех пор, как мы видели с вами в предыдущий раз, я посещал различные монастырии и различные церкви, которых я не видел, когда я был здесь замом посла в 90-е годы. И я очень признателен за то гостеприимство, которое было оказано мне, моими хозяевами и священниками, и представителями духовенства. Это имеет для меня глубокое личное значение даже.